МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И третье. У нас в республике был самый главный ваш профсоюзный лидер в гостях. Ну, наверное, начнем по порядку. Мне бы хотелось узнать про конкурс. Как получилось, что у вас второе место? С чем я, конечно, вас поздравляю? Это один из разделов нашей работы. Обязательное наличие коллективных договоров у первичных профсоюзных организаций. В этом плане мы также заслужили большую похвалу и благодатственные письма со стороны Центрального комитета нашего 100% заключение колдоговоров. Это очень серьезная цифра. Есть территории, где это 60-70%. А вот что касается второго места на всероссийском конкурсе, это отраслевое соглашение. Это между Республиканским комитетом профсоюза работников здравоохранения и Министерством здравоохранения, на основании которого и заключаются вот эти коллективные договора. По качеству, по содержанию этого отраслевого соглашения мы и получили второе место призовое. Я так думаю, что очень много серьезных, больших территорий ну, в общем-то, не получилось. Выбрали нас. Ахмад Махудинович, профсоюзы в свое время, это был такой своеобразный помощник, двигатель рабочего процесса, да, и помощник большой людям, работающему коллективу. Сейчас ваши профсоюзы реально чем помогают медицинским работникам? Ну, есть, опять, она многоплановая. Ну, хотелось бы, чтобы вы несколько пунктов обозначили. Самое главное, если мы, вот, Республиканский профсоюз налаживает нормальные деловые отношения с руководителями лечебных учреждений, то весь процесс идет гораздо легко, и с точки зрения Трудового кодекса медицинские работники получают то, что положено. А там, где нет такой связи, она иногда бывает, особенно среди молодых главных врачей, которые еще не до конца все это понимают, что профсоюзы – это обязательная часть, так сказать, защиты интересов работников. Ну, в этом плане мы постепенно, постепенно все равно находим общий язык. Мы не рубим с плеча, да и они начинают прислушиваться. В общем, работа идет. Да, да, работа идет. В этом направлении вот вашего вопроса мы имеем несколько таких разделов, я бы сказал. Первое – юридическая консультация бесплатная любого вопроса, связанного с трудовыми отношениями. Любой работник, член профсоюза, любого лечебного учреждения, начиная от фельдшерского пункта и заканчивая в республиканской больнице, имеют право обратиться к нам, и мы бесплатно им дадим юридическую консультацию. То есть не надо, так сказать, нести траты на это. Если вдруг ситуация дошла до того, что приходится разбираться узы чисто юридически, мы оказываем постоянную юридическую поддержку. Это тоже так. А так как желательно, чтобы не доводить до суда, мы тоже со своей стороны выходим и начинаем обсуждать эту проблему с администрациями больниц, то есть руководством больниц. И это зачастую приводит к тому, что мы находим общий язык, где-то компромиссное решение, и вопрос улаживается. Это все равно и с точки зрения психологии, и с точки зрения юридической гораздо дешевле, чем судиться и нервировать друг друга. Еще неизвестно, куда это все выведет. Это один вопрос. Второй вопрос. Мы регулярно оказываем материальную помощь в случае, если какая-то потеря в семье, первички обращаются к нам, они сами помогают, и мы тоже стараемся хоть в какой-то степени помогать по этим вопросам. Мы обязательно отмечаем всех членов профсоюза по юбилейным датам. Если у них, допустим, 55 лет, 60 лет, 65 лет, обязательно мы им выделяем финансовую помощь. Она небольшая, но она постоянная. Поэтому в этом плане... Большое дело, конечно. Да, в этом плане, да. И вот мое мнение такое. Самое основное, самое основное, мы та структура, которая в какой-то степени не дает, я бы сказал так, ошибочно нарушить законодательство главному врачу. Это очень важно. Это самое главное. И он спокойно живет, работает. Это очень важно. Имеется в виду связанное с кадровыми делами. Все остальное, это не в нашей компетенции. Там материально-техническая база, даже качество лечения, это не наша компетенция. Наша компетенция в одном. Загидеть трудовые права работников. Что сюда входит? Заработная плата, вредности, и все, что связано, все, что прописано в трудовом кодексе в отношении работника. Я бы хотела у вас еще спросить о приезде вашего главного лидера профсоюзного в нашу республику. Какова была цель этого приезда? Наш председатель Центрального комитета Анатолий Иванович Домников, он приехал 20-го числа вечером, мы его встретили, и 21-го числа состоялась встреча в Народном собрании и в правительстве. Он заранее, так сказать, письмами предупредил о том, что просит встречи. Она состояла, спасибо нашим руководителям, нашли время. И на этой встрече обсуждалось несколько вопросов. Это и заработная плата, и нарушение прав работников, и, естественно, еще тут обсуждался вопрос уже в качестве. Наш председатель профсоюза работников здравоохранения, он одновременно является председателем общественного совета при Министерстве здравоохранения Российской Федерации. Это очень такая хорошая подмога для профсоюза. Вот в этом направлении они обсуждали вопросы. Это качество медицинской помощи, и там же была затронута тема, которая называется «Новая система оплаты труда». Никого, даже само министерство, не устраивает вот эта структура заработной платы, которая сегодня существует. Те регионы, которые в состоянии как доноры, они позволяют себе очень хорошие заработные платы, почему и идет отток отсюда. Из всех дотационных республик, так как наши работники, средний медперсональный и врачебный состав, уходят большие города, где идут доплаты. А здесь оголяется все. Опытные врачи уходят, востребованные врачи уходят. На их место приходят молодые врачи, но их уже некому учить. Учить некому их, чтобы они подтянулись и уже как бы вышли на профессиональную деятельность. И вот здесь у нас в республике есть такие проблемы. И так вот, этот закон предполагает, эта новая программа предполагает от, условно говоря, от Калининграда до Камчатки и от Новой земли до Дербента, предполагает, чтобы была одна ставка. Размер оплаты, чтобы была одинаковая. И кроме тех регионов-доноров, которые могут уже потом надбавки делать. То есть, общероссийский был один стандарт. Это очень важно. И еще региональные надбавки могут быть. Да, и региональные надбавки. Ну, прекрасно. То есть, это как бы приостановит немного, я думаю, отток. Плюс, постоянная, неотъемлемая часть заработной платы этим новой программой увеличивается. Потому что скрывать это, наверное, не надо. Когда идут стимулирующие вопросы, этому дам, этому не дам. Иногда так бывает. Вот так вот эту часть уменьшают. А увеличивают ту постоянную часть, которую обязан, бухгалтерия обязана выдать медработнику. Это, я думаю, правильное решение. И, что интересно, во всей этой системе нас поддерживают и руководители, и медицинские учреждения, потому что они тоже устали от этого варианта новой системы оплаты труда. И вот эта новая система оплаты труда, она, конечно, немножко затянулась в связи с теми событиями, о которых мы знаем. Но к 2025 году рассчитываем, что ее внедрят. Дай Бог. Ну что ж, я благодарю вас за такую полную информацию. Я думаю, что мы еще раз встретимся, все это обсудим. И я еще раз поздравляю вас с вашей наградой, орденом за верность профсоюзам. И желаю вам успехов в работе. Спасибо вам. Спасибо большое.